Еще раз всем добрый вечер. Я очень рада вас всех видеть. У нас сейчас закончился 39-й набор нашей бизнес-игры. И на этом вебинаре у нас с вами будет много интересных вещей, и в том числе какие-то дополнительные советы, какая-то помощь, подведение итогов и так далее. И я вам хочу сказать, есть такая поговорка, тяжело в учении, легко в бою, но на самом деле у нас получается наоборот. Вам сейчас, может быть, не так просто было выполнять некоторые технические вещи, но с другой стороны, рядом были модераторы, вам каждый день давали домашние задания, вам давали волшебный пендель в виде сроков выполнения домашнего задания, и за это вам начислялись таланты. А сейчас вы отправляетесь в свободное плавание. И самая дисциплина – это очень сложная вещь. Вот напишите, пожалуйста, одним словом, кто нам больше всего мешает для того, чтобы достичь своих целей, для того, чтобы исполнить мечты. Вот кто наш самый главный враг? Сейчас, минуточку, я закрою окно, а то шум идет оттуда. Это наша лень. Галя пишет, я. Сами, да. Именно мы сами себе мешаем. Причем, смотрите, когда мы вас приглашали на этот мастер-класс, мы вам пообещали, что мы дадим вам подарок. Вот этот подарок я вам дам где-то в середине вебинара и расскажу, что это такое. Единственное, я вам скажу, что это будет Джеймс Браун. И как раз в этом подарке будет очень много вещей, которые помогут вам справиться с самими собой. Потому что именно мы мешаем, да? И вы поймите, друзья, вы пришли учиться, вы хотите что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. Вот одна курсантка в этом наборе, она мне говорила, что она мечтает бросить работу, потому что работа ее очень выматывает. но для того, чтобы изменить качество своей жизни, вам нужно будет от чего-то отказаться. И, конечно, делать не по-своему, а делать, исходя из тех советов, которые вам дают люди, такие как мы, да, которые на практике все это прошли, и мы вам говорим, что работает, что не работает. Вот это очень важно. Если вы будете делать эти вещи, и Брауна тоже послушаете, да, то тогда у вас обязательно все получится. Но и поймите, что нужно будет от чего-то отказаться. Может быть, меньше проводить время в социальных сетях, чтобы поболтать, да? Может быть, меньше смотреть телевизор, может быть, меньше проводить времени с друзьями. какое-то время, пока вы наладите свой бизнес, а потом у вас станет очень много свободного времени, и, конечно, измениться качество вашей жизни. Потому что чем хорош бизнес в интернете, что здесь как минимум 50% работы можно поставить на автомате. Ну, например, как бы самая простая вещь, да, это какие-нибудь рассылки, воронки и так далее. Ну, это было так, советы, да, что же вам делать. И хорошо, что вы понимаете, что, в принципе, все зависит от вас. Итак, что мы сегодня с вами будем делать на этом вебинаре? Во-первых, как бы не сначала, не в том порядке, в котором я здесь написала. Во-первых, мы посмотрим, где вам брать вашу целевую аудиторию, которой вы потом будете продавать какие-то товары или услуги. Мы поговорим о том, как привлекать людей через ценный контент, как работать с читателями, что вам приносят, почему так важны комментарии. Потому что сейчас вот участники 39-го набора активненько писали комментарии, потому что за них начислялись таланты. Но обычно, как только прекращается у нас обучение на каком-то из наборов, сразу перестают писать комментарии. Но мы об этом поговорим позже, сейчас просто план. Но обязательно мы поговорим о наших победителях во всех наших конкурсах, поговорим о том, как работать по плану. И позвольте сейчас задать вам вопрос. Вот у некоторых из вас... Сейчас, извините, водички попьем. У некоторых из вас есть какие-то проекты, которые уже можно раскручивать, и с ними можно работать. Но у большинства нету таких проектов. А хотелось бы зарабатывать деньги прямо сейчас. Вот поставьте троечки, кто хотел бы зарабатывать деньги прямо сейчас на чужих продуктах, да, не на своих. Вот мы еще поговорим с вами о заработке на партнерках. И можете сразу ставить пятерочки, кто хотел бы зарабатывать на партнерских программах. И еще мы поговорим с вами о видео, потому что сейчас без видео невозможно делать бизнес ни в интернете, ни на земле. И мы поговорим... Вам, может быть, покажется, что видео – это сложно. На самом деле это просто. И кое-что я вам сегодня объясню. И забегу вперед. И у нас с вами через две недели будет вебинар по видео. Как делать видео, как зарабатывать на видео. Вот поставьте, пожалуйста, наверное, семерки, да, чтобы это отличалось. Кто хотел бы узнать, как зарабатывать на видео и как делать очень просто видео, что у вас обязательно получится. Я вам немножко сегодня тоже открою секрет. Что-то только начала говорить, а уже голос садится. Окей. Значит, какие советы? Во-первых, те, кто у нас особенно первый раз учился, я вам советую записаться на следующий набор. Обратитесь к своим модераторам. Они дадут вам ссылку на следующий набор. Потому что обычно, когда вы учитесь первый раз, и у вас нет опыта в каких-то технических вещах, то вы настолько сосредоточены на том, чтобы сделать все эти технические вещи, что вы пропускаете очень многие психологические советы, да, и тонкости делания бизнеса, которые мы вам тоже даем в этой бизнес-игре. Ну и когда вы будете повторять, уже технические моменты не так будут вас шокировать и пугать, вы просто быстренько это повторите, но будете обращать внимание на какие-то очень важные психологические вещи, которые будут работать в пользу вашего бизнеса. И очень многие наши курсанты, а у нас это обучение наше, да, которое меняется, совершенствуется, но идет оно с 2011 года, очень многие курсанты повторяют. И очень многие из них уже открыли собственные проекты и молодцы делают свои школы. Теперь следующая вещь. Если вы думаете, что вы сейчас создали блок, и к вам сразу попрет народ, вот некоторые меня спрашивают, а что-то люди у меня не приходят на блок и не подписываются, а что на него приходить, если на нем ничего нет. Значит, вам обязательно нужно блок наполнять полезной информацией, но исключительно по вашей теме, по той теме, по которой вы открыли блок. И не надо делать какие-то длинные, сложные там статьи или видео, пусть они будут коротенькие, там видео на 2 минуты, на 3 минуты, на 5 минут. Какие-то статейки на полстранички, ну, такого листа маленького, да, как в Word такой маленький листочек, но в котором есть какой-то полезный совет из вашей практики, чтобы человек мог сейчас взять то, что вы ему посоветовали, и сделать. И у него это получится, и он скажет, ой, как классно, я хочу приходить к этому человеку на блок, я хочу на него подписаться, он дает полезные советы. Делайте это с любовью, как для самых своих близких, родных людей, как для своих друзей. И когда вы будете это делать, вы обретете какое-то количество фанатов, которые потом будут приводить к вам других людей, и тогда этим людям, если вы предложите что-то купить, они вам поверят, да, потому что вы создаете обстановку доверия, и они у вас обязательно будут покупать какие-то вещи, потому что перед этим вы им давали ценные советы, которые срабатывали. С этим понятно, ребята? Если понятно, поставьте, пожалуйста, троечку. Ценные советы, коротенькие, простые, не надо никакой науки, да, просто даете людям советы, и они вас за это любят. Окей, поехали дальше. Еще хочу вам сказать вот о чем. Раньше этого было больше, сейчас этого стало меньше. Люди приходят к нам вот на этот конкретный курс, и вы знаете, что этот курс бесплатный. Но в процессе этого курса мы предлагаем людям что-то приобрести, или какой-то сервис, или там, например, шапки для блога, или магниты для подписчиков, да, ну, какие-то вот такие вот вещи, там, автовепофис, там, хостинг, мы с вами вот эти вещи делали, и некоторые люди начинают говорить, ой, вы сказали бесплатные курсы, оказывается, надо вкладывать деньги. Но не бывает такого, даже когда вы идете на работу, я уже не говорю о бизнесе, что деньги не надо вкладывать. Такого просто не бывает. Обязательно нужно делать какие-то инвестиции. Есть инвестиции большие, есть инвестиции небольшие. То, что мы вам предлагаем, мы для вас находим вещи, которые стоят недорого, а при этом они качественные вещи, и как начинающий, пока у вас еще нету достаточно финансов, у вас есть возможность складывать такие небольшие средства для того, чтобы развивать свой бизнес. Вот поставьте, пожалуйста, пятерки, кто согласен с тем, что инвестиции обязательны, а двойки, которые считают, что и без инвестиций можно заработать. Лично я не встречала, что без инвестиций можно было. Супер, молодцы. Классная, классная аудитория. Все понимаете, ребята, молодцы. А теперь позвольте задать вам вопрос. А самая главная вещь, во что надо вкладывать деньги? Вот одним словом напишите. Во что прежде всего надо вкладывать деньги? Какие умные вообще знания? Да, ну, в инструменты, естественно. Но в первую очередь знания. А потом уже идут инструменты и все остальное. Потому что если вы очень хотите, да, и у вас, может быть, есть инструменты, и, может быть, у вас есть в чем-то опыт, но вы не знаете, как это продвигать и как этим пользоваться, то, естественно, не будет результата. Вот. И самое главное, что когда вы получаете эти знания, да, ну, их можно как бы и за деньги покупать, и просто по времени, потому что сейчас в интернете очень много всякой информации. Единственное, что когда вы покупаете какой-то курс, там все это идет по порядку, разложено по полочкам, плюс у вас еще идет поддержка владельцев курса. А в интернете вы ищите это кусками. Это не всегда удобно, и на это уходит очень много времени. Так вот, важно что? Во-первых, делать, как говорят, потому что вот у меня тоже была одна курсантка на этом же наборе, которая говорила, ой, я столько курсов прошла, но я считаю, что нужно делать вот так, и у меня ничего не получается. Я ей объясняю, слушайте, я говорю, у вас не получается, потому что вы не делаете, как вас учат. Вы делаете, как вы считаете нужным. И, наверное, надо уже прийти к выводу от того, что у вас не получается, потому что вы делаете не так, как вас учат, а так, как вы считаете нужным. Но к концу курса человек понял, придет на следующий набор и обещалось мне, что будет делать, как мы учим. И это радует все-таки, молодец. И вот теперь давайте мы с вами перейдем к тому, как вам получить знания для того, чтобы хотя бы начать зарабатывать на партнерках. Причем я хочу вам сказать, что совсем не обязательно, когда вы запустите свой проект, что вы не будете зарабатывать на партнерках. Я прошу прощения, меня выбило из комнаты. Поставьте, пожалуйста, плюсики, что вы меня слышите. Слышно, да? Супер. Так вот, мы эти партнерки используем не как основной источник дохода, а для оплаты каких-то сервисов. Например, мы оплачиваем хостинг из этих партнерок, деньги, которые приходят. Автовая площадь или еще какие-то вещи. Поэтому вы со временем можете их тоже использовать для того, чтобы оплачивать сервисы или оплачивать рекламу. Ну, короче, накапливать какие-то дополнительные доходы, да? Как бы несколько корзинок, с которых вы потом можете оплачивать какие-то нужные вам вещи. Итак, давайте перейдем по поводу заработка на партнерках. Мы для вас представили курс, в который включают в себя инструменты, с помощью которых вы можете зарабатывать на партнерках плюс алгоритм действий. Сегодня после 9 часов к вам придет на вашу почту письмо, которое приглашает вас на страничку, где есть запись вебинара, который мы какое-то время назад проводили с Андреем Гавришиным. И в котором вы можете узнать, какие есть способы заработка на партнерках. И, кроме того, там есть приглашение в наш курс. Курс платный, я вам немножко потом об этом расскажу. Что включает этот курс, более подробно вы увидите из этого вебинара, но чтобы вы понимали, насколько вам это нужно. Ну, во-первых, мы учим, для чего там вам нужен хостинг, домен, платный почтовый ящик. И если вы с нами уже покупали хостинг и домен, второй раз вам покупать не надо. Потом Андрей там учит вас, как устанавливать основные плагины. Один из плагинов называется «Прятатель ссылок». Потрясающий плагин. И плюс он еще позволяет статистику вам смотреть, что происходит. Также там идет регистрация в автовой офисе. Если вы уже с нами регистрировались, второй раз вам тоже регистрироваться не надо. Мы там будем создавать шаблоны писем и цепочки писем, но не такие, как были у нас в первом семестре. Вот в этой бизнес-игре там совсем другие письма, и цепочек писем мы вообще не делали. И рассылку будем создавать тоже совсем другую. Она там двухэтапная такая рассылка. Потом вам понадобится для того, чтобы собирать вашу целевую аудиторию, лендинг или такой одностраничный сайт. Вы можете его сделать сами, можете заказать у нас. У нас есть образцы. И также еще можно сделать их в автовой офисе, немножко позже я об этом скажу. И также там будет у нас алгоритм, как вам получать вашу целевую аудиторию. Но для этого вам и нужен лендинг. И как продвигать партнерку, чтобы зарабатывать на этом деньги. Как вам вообще информация? Там много уроков. Это я вот здесь рассказала в несколько пунктов, а там уроков достаточно много. Сейчас я не помню сколько, но где-то, по-моему, в районе 40, если я не вру. Оцените, пожалуйста, по пятибальной системе вот эту информацию, которую я вам засветила. Но более серьезно вы ее сможете оценить, когда вы посмотрите запись этого вебинара. Не обязательно, что вы его посмотрите сегодня, потому что сегодня, может быть, для вас это будет многовато информации. Может быть, вы его посмотрите завтра утром. Но это как вы захотите. А теперь смотрите, для вас есть еще один сюрприз. Значит, этот курс, он стоит почти 7000 рублей. Мы для вас сделали скидку 50%, это очень много. И вы можете его приобрести за 3397 рублей, но в определенный период с 23, это с сегодняшнего дня, по 27 июня включительно. Значит, у вас есть раз, два, три, четыре с половиной дня. В течение вот этого времени вы можете приобрести это со скидкой 50%. Теперь следующий этап, да, такие технические моменты. Кто из вас уже купил книгу, название которой продают, второй раз вам ее покупать не надо, но когда вы начнете заказывать этот курс, то вам там будет предложено с этим товаром, покупают эту книжку. Купите ее обязательно, потому что, когда вы дальше будете делать письма, вам нужны будут фразы. А в этой книге есть готовые фразы, есть алгоритм, как составляются фразы, которые действительно продают. Но люди открывают эти письма, они реагируют на эти фразы и они делают продажу. Такие креативные фразы, правильные. Поставьте, пожалуйста, троечки, да, кто считает, согласен со мной, что фразы вот эти играют очень важную роль в продаже. Вот, поэтому, если вы не покупали, обязательно добавьте, потому что она стоит там 497 рублей, тоже с очень большой скидкой. Если вы уже покупали, то второй раз, естественно, покупать это не надо. Ну и дальше, если вы добавили в корзину, вам там скажут, какая общая цена. Вот, потом вы можете, у нас есть два вида оплаты. Кредитная карта и веб-мани. Кредитная карта через систему Best2Pay. Это касса, вы получаете чеки. После того, как вы сделали заказ, если вы сразу не оплатили, к вам на почту, которую вы по заказу, в заказе указали, придет письмо, в которое вам предлагают оплатить. Если вы оплатили, то вам придет другое письмо. И в этом письме будут две ссылки. Одна ссылка на регистрацию, закрытую зону на курс, где находится курс. И вторая ссылка, если вы добавили книжку, да, если не добавляли книжку, то ссылка будет только одна. Вот, а вторая ссылка на скачивание книжки, потому что очень много спрашивают. Я купила книжку, а мне ее не прислали. Так вот, вам прислали ссылку, по которой ее можно скачать. И то же самое касается курса, да, вот в этом письме это у вас есть. Если что-то не пришло или прошло не так, то обращайтесь к вашему модератору, они обязательно вам помогут. Причем, хочу вас сразу предупредить, если вы указываете почту Gmail, если вы укажете украинскую почту, в 90% из 100 письма не доходят. Всякие там УКР или УА, почему-то письма со ссылками они не доставляют. Если вы укажете почту сервисов Mail.ru, там List.ru, Mail.ru, еще там что-нибудь такое, Яндекс, тоже могут письма не дойти. Поэтому я вам советую регистрироваться все-таки на Gmail-овскую почту. Если вам понятно с почтой, да, что вы это услышали, поставьте, пожалуйста, пятерочки, потому что это очень важно. Вы не получите то, что вы оплатили, если вы укажете не ту почту. Потому что почему-то вот эти русские и украинские сервисы, они творят, что хотят. Поэтому, значит, когда вы получили это письмо, если вы у нас еще ничего не покупали, то вам придет, когда вы нажмете на ссылочку, да, на регистрацию заходите, начинайте регистрироваться в закрытую зону. Значит, в первой строке вы пишете логин свой, имя пользователя. Лучше всего написать ваше имя и фамилию на английском языке без пробела, маленькими буквами, потому что потом вы забываете свои логины, и мы не можем вас найти. А если имя и фамилия, то очень просто вас найти. Ну, чтобы восстановить вам доступ, если вы его потеряли. Ну, потом на русском языке там имя, город, страна и электронную почту. Еще раз, да, только сервисы Gmail. Вот эти вот все, которые указаны на этой странице, вот здесь еще украинские не указаны, пожалуйста, их не указывайте, потому что вы можете просто не получить то, что вы купили. С этим понятно, ребята? Плюсики ставьте, да, потому что я хочу, чтобы вы поняли. Если вы что-то уже покупали у нас, делали какие-то покупки, какого-то курса, например, вы покупали магию интеллект карт, то вам не надо по новой регистрироваться, вам нужно будет вот в этом, сейчас я красненьким сделаю, чтобы было видно. Вот здесь вот, да, на этом желтом поле, щелкните здесь, переходите и сразу идете в зону. Да, как только вы прошли в зону, у вас там откроется следующий курс. Вот поставьте, пожалуйста, я не знаю, там тройки, кто уже покупал, например, курс магии интеллект карт, или, может быть, раньше покупали какие-то видеокурсы. Покупали, да, значит, вот вам не надо по новой регистрироваться, значит, вы только нажимаете, щелкните здесь, у вас открывается окошко, вы набираете логин и пароль, заходите в закрытую зону, и там у вас покажется ваш курс. Вот так вот выглядит закрытая зона, и когда вы наводите мышку вот сюда на курсы, у вас вот здесь в меню открываются все курсы, которые вы покупали, вы выбираете, какой курс вы хотите в этот момент изучать, и изучайте его. Теперь, следующая вещь, у нас поставлена, естественно, защита, да, чтобы, ну, бесплатно не заходили, поэтому заходить нужно с одного и того же компьютера и с одного и того же браузера, иначе вас система может не пустить. Но иногда, бывает, люди задают такие вопросы, что у них такая работа, что они могут во время работы изучать курсы, или там, может быть, на другом компьютере, мы можем вам открыть другой допуск, да, но надо тоже обратиться к нам, и мы для вас это сделаем. Нет такого, что с одного компьютера зашли, и все. Ну, в порядке исключения, сделаем вам дополнительный допуск. Ну, и обязательно зарабатывайте вместе с нами. Вы можете, кстати, вот этот вот курс, потому что пойдет продажа сегодня, и будет длиться она 4,5 дня, тоже предложить своим знакомым, и вы можете получить за это комиссионное. Вы можете дать свою партнерскую ссылку им, зайти в партнерскую программу, найти инструменты для заработка на партнерках. Если сами не найдете, обратитесь к вашим модераторам, и они помогут вам эти курсы, ну, как бы эту ссылку найти. Вот это то, что я вам хотела рассказать о партнерках.